Еще одна зарисовочка о том, как работают в Хорватии студенты, люди. Естественно, я не говорю за всех, и как бы не подумайте, что я всех ненавижу, и все плохие. В основном всегда люди любезные, официанты, все это пристойно, тем более, блин, когда люди наблюдают. Ситуация, в прошлый раз мы подошли к пиццерии здесь, и я говорю, А, ну, в общем, мы, во-первых, сначала подходили, говорили, ну, если пицца Маргарита, ну, вроде будет. Ладно, хорошо, мы стоим, ждем со стороны, благо мы никуда не торопились, разговариваем. Прошло уже минут 10, и, в общем-то, нам надо было уже домой как бы собираться. Я еще немного подождала, и подхожу, смотрим, значит, девушка стоит, разговаривает с этим типом каким-то. Ну, хорошо, нормально, очередь, люди ждут пиццу. Я просто хотела узнать, когда будет готово, это 5 минут или еще 10 минут. И я к ней обращаюсь, ну, говорю, пицца делается, да? И она таким воплем, дочка еще такая, что, Настя, типа, что она на нас наорала? Типа, да, типа, что-то это. Ну, я развернулась и ушла. Подходим мы сейчас, думаю, ну, дай Боже, чтобы сейчас не было никакого эксцесса, экстрима, блин. Стоит очередь, перед нами муж с ребенком, муж с женой, и он ругается с пацаном с ребенком. Блин, думаю, ну, как всегда, дикари какие-то. Не первый раз, кстати, встречаю, когда отец какой-то невменяемый орет на жену, на детей, и вот такая вот срачка перед народом. Но это дело десятое. Но девчонка эта стоит на своем рабочем месте, та же самая. Я ее прекрасно понимаю, устала, уставшая, жарко внутри. Все остальные улыбаются, она как замороженная, короче, эта вобла. Я такая, ну, ладно, это... А, подождите-ка. Ну, и, короче, это... Я такая, ну, думаю, нифига... Подождите-ка. Музон врубили, блин. И я такая, ладно, думаю, ну, жалко, как бы, все-таки, человека. Сама я работала и в пиццерии, и все, думаю. Ну, уставшая тогда была, ну, дерганая. В общем, я подхожу спокойно, выждала эту очередь, пока там муж с женой разборки устраивали, как бешеный. И я такая... Уже, как бы, хотела сказать, ну, мы подходят, наша очередь, все нормально. Уже хотела сказать, ну, там, кусок маргариты, до свидания. Что она делает? Она берет совочек, такую лопатку. И с этой лопаткой начинает чистить, ну, вот эту вот полку, на которой выставляют пиццы, теплую эту полку. Самый прикол, что я одна, очереди нет, как бы. Вот послужи меня, да, делай дальше, что хочешь. Я стою, жду. Я, как бы, покупатель, понимаете, клиент. Она счищает эти стружки, собрала их, выкинула. Ну, думаю, слава богу, моет руки. Отлично, думаю, сейчас мы, наконец-то, получим уже со второго раза, из не знаю какой попытки, этот кусок. Нет, проходит время. Она берет тряпку и начинает протирать, натирать этот прилавок свой. Я думаю, отлично, это хорошо, гигиена, это замечательно. Я двумя руками за. Но, блин, какого хрена я должна наблюдать за этой картиной. В итоге она трет, трет, трет. А я стою упорно, стою, смотрю на нее. И я ей говорю, простите, девушка, говорю, в прошлый раз вы на меня наорали. Отлично, забыли, проехали. Сегодня я должна наблюдать, как вы трете и натираете этот, блин, свой дурацкий этот стол. Посмотрите, говорю, сзади меня никого нет. Давайте вы, я уже уйду, блин, а вы делайте, хоть на голове стойте тут. Потому что, я не знаю, в следующий раз, наверное, еще что-то будет веселее. Она на меня посмотрела, рядом был рабочий, а там же хозяин рядом. И она так, знаете, поняла. Она посмотрела на меня и поняла. И она говорит, ну, пожалуйста. Таким, знаете, как бы таким любезным тоном, мол, типа, конечно. И что, ну, я говорю, да, и там было три куска. И я говорю, дайте мне кусок в середине. Знаете почему? Она берет деньги, она, ну, там, счета трогает, все, 5-10. И упорно двигает руками эти куски. Значит, она хватает за край и дергает. Мне неприятно. Я не хочу, чтобы кусок, который будут, будут есть. Я или ребенок хватали руками, которые не мыты после денег и после всего остального. Я говорю, вы решите это посередине, взяла, спасибо, говорю, ушли. Вот это сервиз, понимаете. Вот представьте, если человек из дня в день приходит на этот пляж, из дня в день вот так вот его обслуживает. А, блин, ну, язык не знает, ругаться не хочет. Она передо мной эту семью бешеную, которая гавкалась, обслуживала очень долго. Три куска, которые были готовы. Просто, блин, запокой и дай. Это какой-то кошмар, блин. Я работала со студенткой, которая ее тоже в ресторан взяли, в отеле ресторан был. Кофе никогда в жизни не варила. Ну, вы представьте, что люди получали. Вот действительно, очень жаль, что давно потеряна эта школа официантов, школа вот этой вот какой-то понятия своей работы. Мне очень жаль, потому что люди работают на жаре, на духоте и так далее. Но, блин, ну, я работала, я всем улыбалась, и я старалась быстрее сделать заказ. И сколько раз были какие-то проблемы, и какая-то ерунда, все равно пытаешься как-то... Люди не виноваты, клиенты. И, опять же, сегодня в группе невероятно, но появилась тема, о которой я много раз говорила, это поведение на пляже. Очень многих это достало. Но я вам, конечно, зарисовочку показала с резервацией, причем резервацией, которую делают хорваты, а кричат в группе, как все это неправильно, какие неприятные эти иностранцы. Я пока видела только хорваты, которые делают такую бяку. Короче, ладно, я... Вот так вот навеивает, понимаете, когда люди говорят за цены, за сервис где-то и так далее. Сколько людей обманывают. Я... Вот у нас сейчас новые гости приехали, мы вчера с ними обалденно поболтали, поржали. В общем, я давно так не смеялась. У меня, наверное, часа четыре были перед домом вечером, и вообще классно. Отличные люди такие. И самое интересное, что они приехали из Хорватии, из Истры, и их также нагрели с апартаментами. Все больше и больше я вижу, что кто-то отбивает своих старых, так сказать, клиентов, которые раньше резервировали, в пользу новых, которые платят больше. Ну вот представьте картинка туризма. Ну ладно, об этом я расскажу поподробнее. И все уже. Вести с заката. Знаете, как на одном канале. Если кто-то смотрит каналы, это самое... Для тех, кто не уснул... Не это как там... Не уснул в полночь. Пока.